Девушки отдыхают Шацкий район оказался без руководства. Глава района и глава администрации района написали заявление об уходе. Взаимодействие между школами и вузом в Рязанском медуниверситете состоялось совещание накануне начала учебного года. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Вначале о предвыборной кампании. Стало известно, что региональное отделение партии Родина обжаловало судебное решение о снятии с выборов их списка кандидатов в Рязанскую областную думу. Родина подала кассационную жалобу. Верховный суд на решение о снятии списка кандидатов с выборов в Рязанскую облдуму, сообщили федеральные информагентства. Жалоба была передана через Рязанский областной суд 24 августа. И не позднее 2 сентября Верховный суд должен принять по ней решение. Тема проходящей предвыборной кампании оказалась в центре внимания и участников заседания региональной общественной палаты. 25 августа в Доме общественных организаций Рязани состоялось расширенное заседание Совета общественной палаты Рязанской области. Говорили о соблюдении избирательного законодательства в период подготовки к единому дню голосования. Помимо членов общественной палаты, участие в обсуждении приняли руководящий состав избирательной комиссии регионы и города, социологи, политологи, активисты молодежных организаций. В избирком уже поступают жалобы на нарушение агиткомпании. В числе таких, к примеру, три выпуска агитационных газет одной из партий, напечатанных без изготовителя и тиража. Также 25 августа поступила первая жалоба по публичным мероприятиям. В Ряжском избирательном округе зафиксировали несовершеннолетних на демонстрации одной из партий. Общее оживление вызвало сообщение Владимира Грачева о фактах сокрытия судимости у кандидатов от партии «Возрождение России и Родина». Он также подчеркнул, что при выяснении обстоятельств данные кандидаты ответили, что попросту забыли упомянуть об этом. Да, на второй день они согласились, да, забыли. Забыли начисто, да. Среди четверных оказался даже юрист. Слово предоставили и молодому поколению. Корпус общественных наблюдений из студенческой среды выразил готовность поработать наблюдателями на выборах, заверив, что активисты пройдут специальное обучение. Инициативу поддержали. О своей деятельности рассказал и клуб избирателей. Клуб представляет собой некоммерческую организацию. Создан сайт «Карта нарушений РФ», где любой может оставить свою жалобу, которая будет рассмотрена. А в Шацком районе накануне произошли кадровые перемены. В отставку ушли сразу два руководителя. Досрочно прекращены полномочия главы района Виктора Молоткова, а также главы администрации Шацкого района Петра Калинина. Напомним, главу Шацкого района Виктора Молоткова штрафовали за отказ показать права автоинспектору. Кроме того, в интернете, а затем и в эфире рязанских телеканалов появился видеоролик, в котором глава Шацкого района Виктор Молотков общается с сотрудником ГИБДД во время оформления протокола в патрульной машине. На записи Молотков признает, что пьян, но возмущен действиями дорожных полицейских и просьбой предъявить водительское удостоверение. На следующий день, 12 августа решением Президиума регионального отделения «Единой России» с Виктором Молотковой сняли полномочия секретаря Шацкого отделения партии. И вчера Молотков написал заявление об уходе по собственному желанию с поста главы района. Сегодня состоялось заседание Рязанской областной думы. Главной темой обсуждения парламентариев стал проект закона о запрете работы рюмочных в жилых домах. Такое поручение отдавал министр экономического блока еще пару недель назад губернатор Олег Ковалев. Одним из первых вопросов депутатского обсуждения стал проект закона об изменениях регионального бюджета на текущий год и на плановые периоды 2016 и 2017 годов. Более 345 миллионов рублей будет выделено на завершение строительства новой школы на 600 мест в Кадами. Необходимые средства планируется направить за счет перераспределения средств внутри расходных статей бюджета. Депутаты также рассмотрели законопроект, который вводит дополнительные ограничения распространения алкоголя. Речь в нем идет о заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Не секрет, насколько это беспокойное соседство для жильцов и какой шквал жалоб идет по этому поводу в различные инстанции. На поверку заведения общепита оказываются банальными распивочными. По сегодняшнему принятому законодательству запрещено торговать алкоголем в барах, находящихся в многоэтажных жилых домах. Более того, мы также предусмотрели исключить возможность недобросовестного перепрофилирования из баров в кафе и рестораны, которым сегодняшним законом разрешено продавать алкогольную продукцию. Таким образом, мы считаем, что обращения граждан в данном случае нашли свою реализацию в приведении законопроекта к более жесткому регулированию продажи алкогольной продукции. Кстати, изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкогольной продукции на территории Рязанской области, обсуждались на Общественном совете при Региональном министерстве экономического развития. Законодательная инициатива направлена на предоставление услуг общепита в более качественном виде. К примеру, в ресторанах алкогольные напитки будут подаваться по-прежнему. Не коснутся новые правила и кафе, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях. А вот переименовываться быстренько в заведение более высокого статуса не удастся. В целях исключения возможности изменения типа предприятий общественного питания с бара на кафе предлагается расширить перечень условий, при соблюдении которых это будет возможно. В части ограничения продажи алкогольной продукции только в предприятиях общественного питания числом столов менее 8 и посадочных мест менее 32. Этот расчет сделан из условий федерального закона. Сейчас в области действуют 117 предприятий общественного питания, которые расположены в многоэтажных домах. По оценкам Минэкономразвития, около 90 из них потеряют возможность торговать алкоголем. Возможно, для их владельцев это не очень хорошая новость. А вот во многих дворах станет заметно спокойнее, без пятийных заведений под боком. Планируется, что к концу этого года услугами многофункциональных центров сможет воспользоваться практически все население Рязанской области. Об этом вчера на заседании регионального правительства сообщила министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина. По словам министра экономического развития и торговли Рязанской области Светланы Горячкины, основной идеей создания многофункциональных центров является реализация принципа «одного окна», при котором от граждан и юридических лиц требуется только подать документы на предоставление услуги и получить результат в установленный срок. Всю остальную работу, в том числе межведомственное взаимодействие, проводят специалисты МФЦ и органы власти. В этом году мы завершаем процесс создания сети МФЦ на территории Рязанской области. Уже сейчас открыто 26 МФЦ. К концу этой недели будут открыты МФЦ в Ермише, в Сараях и в городе Рязани по адресу Каширина-1. Таким образом, к концу этого года будет функционировать 29 МФЦ, в том числе 4 в городе Рязани и 25 в муниципальных районах и городских округах. На вчерашнем заседании областного правительства обсуждались вопросы и о подготовке к началу учебного года в рязанских школах. Планируется, что в Рязанской области в новом учебном году будут работать 1045 образовательных организаций всех уровней. Количество обучающихся и воспитанников составит более 315 тысяч человек. Общая сумма средств, направленных на подготовку к учебному году, составила более 290 миллионов рублей. Так, в регионе в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 5 детских садов на 517 мест. В течение сентября-октября текущего года в детских садах и школах Рязани, Рыбного, Ряжского и Краблинского районов откроются 10 дополнительных групп, что даст возможность создать еще 246 мест. Во всех образовательных учреждениях был проведен косметический ремонт. В ряде школ капитальные и текущие ремонты. В сельских школах отремонтированы спортивные залы, построено несколько открытых спортплощадок, оснащенных современным оборудованием. В образовательных организациях была обновлена мебель, компьютерная техника, учебно-лабораторное оборудование, технологическое оборудование, что позволило улучшить условия организации учебных занятий. По оперативным данным на 1 сентября, 100% обучающихся будет обеспечено бесплатными учебниками. Кроме того, в наступающем новом году в школах начнут использовать электронные учебники. В числе основных задач вице-губернатор Сергей Филимонов назвал дальнейшее укрепление мер безопасности, создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, организацию современной системы питания для школьников. Взаимодействие вузов и городских школ обсуждалось в ходе совещания, которое состоялось накануне в Рязанском медицинском университете. На встречу пришли директора школ, руководители учреждений дополнительного образования и спортивных секций. На базе Рязанского государственного медуниверситета прошел форум, участниками которого стали руководители образовательных учреждений железнодорожного района Рязани, собравшиеся обсуждали стратегию взаимодействия между районными школами, спортивными секциями, учреждениями дополнительного образования, а также искали пути решения некоторых наиболее важных вопросов, в частности, касающихся воспитания здорового образа жизни. Традиционно накануне начала нового учебного года во всех муниципалитетах, в том числе и в городе Рязани, проходят традиционные августовские педагогические совещания. Сегодня тема августовского педагогического совета в городе Рязани посвящена стратегии развития воспитания, которая была принята правительством Российской Федерации до 2025 года. Такие совещания проходят в каждом районе Рязани, и в каждом из них обсуждаются отдельные педагогические направления. В железнодорожном районе это вопросы формирования здорового образа жизни. Площадкой для обсуждения этой темы РязГМУ выбрали не случайно. Здесь проводится большая спортивно-оздоровительная работа. Студенты занимаются в различных секциях, участвуют в спортивных мероприятиях. Настоящим городским центром спортивной жизни стал бассейн университета «Аквамед». Здесь проходит уже третий урок физкультуры для школьников. Действуют социальные программы, занимаются плаванием взрослые и дети. Но здоровый образ жизни – это не единственное направление, по которому ВОЗ может сотрудничать с образовательными учреждениями. Та встреча, которая у нас сегодня с вами происходит, она поможет, в том числе, наверное, нам и вместе всем развивать то направление, которое сегодня стоит у нас в одной из главных задач и темы сегодняшнего в нашей встрече. Конечно, наверное, встреча со школьниками до университета начинается с того, с подготовки, с профориентационной работы. Как вы знаете, у нас в университете удовлетворительные курсы и медицинские классы, медицинские группы проводятся дни открытых дверей. Завершилось педагогическое собрание экскурсий по Центру симуляционного обучения. Здесь студенты на высокотехнологических фантомах формируют профессиональные компетенции и отрабатывают навыки по различным направлениям медицины. А теперь о происшествиях. Обзор трагических и не только событий продолжит эфир программы. 25 августа на улице Молодцовой 52-летний житель Рязани, управляя автомобилем Рено Логан, на перекрестке при повороте налево столкнулся с 17-летним мотоциклистом, двигающимся во встречном направлении. Выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а рязанец не имеет прав. В результате мотоциклист с травмами доставлен в больницу. В тот же день вечером на улице Гагарина 34-летний рязанец, управляя в состоянии алкогольного опьянения, автомобилем Chevrolet Cruze, на который незаконно установил проблесковый маячок синего цвета, врезался в стоящие «Жигули» седьмой модели. В результате ДТП оба водителя, а также три пассажира «Жигули», среди которых 7-летний ребёнок, были доставлены в медицинские учреждения. Как оказалось, не только алкоголем злоупотребляют рязанцы, наркополицейские продолжают изымать наркотики. На прошлой неделе у подозреваемых было изъято свыше 10 килограммов запрещенных веществ. Так, в Рязанском районе с поличным задержан 28-летний мужчина, который, по имевшейся информации, занимался заготовкой наркотика. После сбора очередную порцию урожая у него изъяли пакет с марихуаной весом 3,5 килограмма. А сотрудники Скопинского межрайонного отдела УФСКН задержали 39-летнего слесаря, в результате обследования дачного дома которого было обнаружено более 2,5 килограммов каннабиса. Также в Скопине наркополицейские задержали 23-летнего неработающего жителя районного центра, который имел при себе 1,5 килограмма марихуаны. А граждане Таджикистана были осуждены за сбыты хранения героина. В силу вступил приговор касательно двух мигрантов, которые занимались распространением героина и в 2012 году были обезврежены. Один из них проведет в колонии строгого режима 7 лет и 4 месяца, другой – 3,5 года в колонии общего режима. Подрудились и рязанские полицейские, они пресекли несанкционированную торговлю. В полицию поступило сообщение, что на остановке общественного транспорта на улице Новоселов осуществляется мелкорозничная торговля в неустановленном месте. Стражи порядка нарушители нашли и составили на них административные протоколы. Накануне подвели итоги акции от компании «Видекон» под названием «Полярные летчики». По условиям организаторов, любой желающий клиент компании мог поучаствовать в онлайн-игре «Полярные летчики». И те игроки, которые показали наилучший результат, получили ценные подарки – радиоуправляемые вертолеты. А участникам со вторым и третьим результатом достались наборы термоса, кружки и универсальные ножи. Современный мир невозможно представить без интернета. Сегодня, благодаря такому благу цивилизации, гораздо легче организовывать работу в различных отраслях промышленности, общаться с друзьями и просто узнавать мир. Да и редко где в городе можно встретить квартиру, в которой не подведен интернет. А значит и конкуренция среди провайдеров велика. В связи с этим компании, предоставляющие услуги подключения интернета, стараются порадовать своих постоянных клиентов. Так, например, известная в Рязани компания «Видекон» организовала очередной конкурс для своих пользователей. Мы с нашими партнерами, телеканалом «Виасад Экспло» решили организовать акцию, посвященную одноименной передаче на канале «Виасад Экспло» «Полярные летчики». Акцию мы проводили в течение последнего месяца и главными призами были вот такие замечательные вертолеты, а также наборы полярного летчика. Для участия в акции нужно было участвовать в онлайн-игре и набрать большее количество очков. В конкурсе приняло участие немало клиентов компании «Видекон». Он состоял из четырех этапов. 2 августа завершился последний из них, а 25 числа компания «Видекон» наградила победителей обещанными призами. Пользователи могли узнать о конкурсе не только с официального сайта компании, но и из социальных сетей. Увидел в группе ВКонтакте сообщение, зарегистрировался, принял участие. Все оказалось достаточно легко. На сайте компании «Видекон» я частенько туда залазил, оттуда узнал. А почему выбрали оператором имени «Видекон»? Посоветовали достаточно высокую скорость интернета и качественное телевидение. Через телевидение шла бегущая строка, что разыгрываются. Решили попробовать с семьей, с сыном. В общем, участники конкурса остались довольны, а компания «Видекон» обещает и дальше радовать своих клиентов интересными конкурсами. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет замглава администрации Рязани Лариса Крахалева. И речь в беседе пойдет о подготовке школ областного центра к началу учебного года. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин